Привет, дорогой друг канала Час Ремонта! В этом выпуске я собрал для тебя рейтинг лучших моделей ленточных шлифовальных машин. Первое место моего рейтинга забирает мощная и функциональная модель от марки Makita. Внушительная модель мощностью в 1010 ватт и массой почти под 5 килограммов. Позиционируется в первую очередь как инструмент для профессионалов. Технически устроена таким образом, что лента устанавливается на два ролика. Длина ленты достигает 610 миллиметров, а ширина 100 миллиметров. Машинка состоит из рабочей платформы, которая соприкасается с поверхностью, необходимой в обработке, а в верхней части находится ручка с элементами управления и дополнительная рукоятка в передней части. Для большего удобства предусмотрена кнопка фиксации курка включения для выполнения длительных работ. Скорость вращения ленты можно оперативно регулировать с помощью специального регулятора. Это поможет более эффективно задействовать машинку в разных сценариях и на разных материалах. В комплекте есть небольшой мешочек-пылесборник, который подключается к отводу пылеудаления. Пылесос сюда тоже подходит. Двигатель внутри установлен щеточный и инженеры предусмотрели оперативный доступ к щеткам при помощи заглушек, отвинчивающихся с помощью простой отвертки. Кабель в этой модели удобный и длинный на 5 метров, что позволит спокойно работать на больших площадях. Мощная, эффективная и выносливая машинка для шлифования. Стоит она около 57 тысяч рублей. Если тебе понравится какая-то модель из этого ролика, то сразу же загляни в описание. Там будут все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А еще я оставил для тебя промокод, который поможет немножко сэкономить. Второе место достается шлифовальной машинке марки Bosch. Внешне выглядит достаточно привлекательно, чем-то напоминает игрушечный трактор. Основной блок опирается на платформу с валиками для шлифовальной ленты. В задней части выходит ручка с курком активации двигателя. В передней части есть дополнительная съемная рукоятка с прорезиненной текстурой. На левой части находится отвод пылеудаления, к которому можно подключить небольшой пластиковый пылесборник. Мощность в этой машинке заряжена чуть меньше, чем в предыдущей 750 ватт. Лента устанавливается тоже менее широкая, на 75 миллиметров. Скорость вращения можно гибко регулировать с помощью регулятора, который находится прямо на курке. Тут же, кстати, есть кнопка блокировки курка для длительных операций. Еще из важных особенностей хочу выделить наличие плавного пуска. Это делает работу с машинкой более предсказуемой и деликатной в обращении с материалом и внутренними узлами. Ну и, конечно, избавит от просадок в электросети. Весит машинка чуть меньше, чем предыдущая, 3,5 килограмма. Тем не менее, ее возможности тоже достаточно широки. Запас надежности имеется, мощность высокая, работать удобно. Стоит она около 58 тысяч рублей. Подпишись на канал Час Ремонта, если ты этого еще не сделал. Свежие выпуски с самым разнообразным инструментом для дома, дачи и сада выходят здесь регулярно. Ну и, конечно, не забудь поддержать меня своим лайком и душевным комментарием. На третьем месте у нас с тобой вновь представитель марки Макита. Только эта модель заметно попроще, обладает меньшей мощностью в 650 ватт. Еще одно важное отличие заключается в том, что здесь скорость вращения ленты не регулируется. Она движется с постоянной скоростью в 270 метров в минуту. Оснастка подходит длиной 457 миллиметров при ширине 75. В своей конструкции машинка похожа на старшую сестру, только менее массивная, весит около 2,7 килограммов. От основного блока назад выходит ручка с курком включения двигателя. На ней же расположена кнопка блокировки этого самого курка в активном режиме. Пригодится при больших объемах работ, чтобы не нажимать постоянно на него. Система полеудаления имеется в виде патрубка, выведенного в задней части. На него можно надеть либо компактный пылесборник, либо шланг пылесоса. Несмотря на то, что машинка обладает чуть меньшими характеристиками, чем модель с первого места рейтинга, она тоже позиционируется как профессиональная. А если уж брать ее для домашней мастерской, то запаса ее долговечности хватит надолго. Обойдется эта машинка примерно в 20 тысяч рублей. На четвертое место уверенно становится модель от марки PIT. И это первый аккумуляторный представитель класса ленточных шлифовальных машинок в моем рейтинге. Внешне модель выглядит так, как будто заднюю часть шуруповерта с рукояткой просто взяли и вставили в шлифовальную машинку. На ручке установлен курок активации двигателя и кнопка блокировки. Отсюда же одним пальцем можно дотянуться до регулятора частоты вращения. В задней части ручки находится аккумуляторный блок, но батарея в составе комплекта поставки не подразумевается, равно как и зарядного устройства. На передней части установлена дополнительная рукоятка для повышенного комфорта при работе. Система пылеудаления представляет из себя небольшой патрубок, выведенный в задней части. Для него предусмотрен небольшой пылесборник, а также возможно подключение пылесоса. Двигатель внутри корпуса установлен бесщеточный, более долговечный и надежный, чем традиционный. Лента сюда подходит длиной 457 миллиметров при ширине в 76. Максимально возможная скорость, с которой она будет двигаться, составляет 380 метров в минуту. Интересная автономная модель, которая обойдется примерно в 8500 рублей. Пятое место достается модели от марки Райоби. Машинка встречает нас с тобой своей фирменной салатовой яркой раскраской. И это тоже представитель аккумуляторного типа инструмента. Конструкция корпуса сжата в компактный вид. Ручка нависает над основным блоком. На ней установлен курок запуска. Непосредственно за ручкой в задней части находится аккумуляторный блок. Но ни зарядного устройства, ни батареи в комплекте нет. Хочу отметить, что аккумуляторы этой машинки взаимозаменяемы с аккумуляторами другого инструмента этой марки. Так что покупка этой машинки будет наиболее выгодной, если у тебя уже что-то есть из аккумуляторного парка Райоби с напряжением 18 вольт. Лента сюда подходит формата 457 на 75 миллиметров. А скорость вращения можно оперативно регулировать. Обойдется этот инструмент примерно в 13 тысяч рублей. Шестое место отдаю модели от Интерскол. Сразу же на себя обращает внимание высокая мощность в 1200 ватт. Это помогает машинке развивать скорость движения ленты до 400 метров в минуту. Ее можно оперативно регулировать для эффективной работы с разными материалами или для разных сценариев применения. Конструкция в целом схожа с остальными моделями из рейтинга. Двигатель установлен на платформу с лентой. В задней части установлена ручка с курком активации двигателя. Тут же организован вывод пыли с помощью небольшого патрубка. В передней части установлена дополнительная ручка для более удобного использования. Кабель инженеры установили достаточно длинный для того, чтобы было удобно работать даже на крупных заготовках. Мощная, удобная и недорогая модель, которая обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Ну и завершает наш с тобой рейтинг самая доступная модель от марки Вихрь. Внешне выглядит довольно грубо и угловато, без какого-либо намека на дизайн и стиль. Заметно, что производитель вложил все свои усилия в технические данные. Мощность в этой модели заряжена на 800 Вт. Скорость вращения ленты не регулируется и составляет постоянные 360 метров в минуту. Для курка включения предусмотрена кнопка его блокировки для выполнения длительных работ. Отвод пыли возможен в компактный пылесборник либо в пылесос. На передней части есть фиксированная дополнительная ручка, немного упрощающая взаимодействие с машинкой. В общем, это простая, но практичная модель для небольших объемов работы или для домашней мастерской. Стоит она около 4200 рублей. Если нашел машинку себе по душе, то в описании есть все ссылки, а также промокод для тебя. Подпишись на канал Час Ремонта и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас пока, встретимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok